Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И начну я свой влог с... ну, как сказать... наряд дня. Вот, значит, на мне вот такое пальто. Это пальто Anna Verdi, по-моему, так называется марка. Очень оно мне нравится, оно очень-очень тёплое такое. Оно на самом деле мне немножко большевато. Да, оно такое, как... ну, такое, как оверсайз. Я не знаю, выглядит на мне. Вот, моя любимая сумка. Я уже говорила, что я её таскаю везде. Очки. Меня спрашивали про очки. Это Пьер Карден. Ну, так. В общем, они мне одно время нравились. Сейчас не очень нравятся, но я не знаю, что я хочу на замену. Поэтому пока вот эти очки. Далее у меня вот такая кофточка. На самом деле не помню, где я её покупала. По-моему, это Зарина марка. Честно, не помню. Потому что я отрезаю вот эти вот бирочки. Они, знаете, сзади очень-очень сильно, ну, как выделяются, да. И... Ну, в общем, мне не нравятся. Они бывают торчат там на спине. А так как я ношу хвост, у меня это очень сильно заметно. Поэтому мне не нравятся. Джинсы тоже у меня обрезаны такие с высокой посадкой. Тоже у меня обрезаны бирки, джинсы. И мои кроссовочки New Balance, которые тоже, как и сумка, я ношу в пиры в мир. И они не хотят... Не хотят убиваться, в общем. Я их ношу, жду, когда они сотрутся до дыр. Но нет, ношу уже, кстати, второй год. И они... Вот сейчас покажу. Вот реально как новенькие. Да, я их ещё мою. Я, кстати, их стирала в стиральной машинке как-то, потому что однажды очень сильно испачкала. И вот, да. Так, у меня стульчик стоит. Это у меня младший сыночек одевается, садится. Так что вот. Еду я сейчас в торговый центр. В общем, буду покупать себе базу для ногтей. Я уже говорила. Решила взять Коди. Много из вас мне кто написал, что Коди очень хорошая. Так что поеду. Но посмотрю ещё другие марки. В общем, я себе записала в телефон. Но спрошу там у девочки, у продавца. Потому что у неё не все марки приставлены. И... Да, но мне очень нравятся. У неё и по цены хорошие. И, в общем, сам тоже такой прилавочек прикольный. В общем, да. И самое главное мне ещё это удержаться от покупки нового оттенка лака. Это просто... Не знаю. Но как-то надо удержаться. В общем, поехали. Сейчас уже следующий день, который уже тоже ближится к концу. Вчера, к сожалению, я так не успела поснимать ничего в торговом центре. Хотя планировала. Просто потому, что простояла в пробке. И... Надо было уже забирать ребёнка со школы. Поэтому ничего не успела, к сожалению. Но буду теперь знать, что всё-таки нужно выезжать пораньше. Вот. Но лак я себе купила. И базу, и новый лак. Сейчас я вам их покажу. И, девочки, вот то, что я купила себе из лаков. Конечно же, я не удержалась и купила себе цветной лак. А также базу от Коди. И вот этот цветной лак. Вот так вот выглядит марка. Ну, не буду коверкать. Я английский очень плохо у меня с произношением. И вот такой вот оттенок. И я его нанесла. Вот сделала такой а-ля French. Это, кстати, мне такую идею подала девушка, которая... Ну, в общем, продавец. Выглядит симпатично, девочки. Ничего не могу сказать. Мне очень понравился. Понравился дизайн. В принципе, понравилось, как я сделала. Но... Да. Всё на самом деле не так ровно, как выглядит сейчас на камеру. И всё не так... Ну, в общем. Девочки, не умею я делать маникюр. И, может быть, всё и было бы хорошо. Во-первых, надо научиться работать вот этой базой. Потому что она очень-очень-очень густая. У меня таких баз ещё не было. Что прям настолько сильно густая была. Надеюсь, продержится хорошо. Я прям всё по фен-шуе сделала. И посушила долго. И обезжирила. И, ну, как вот бафом подпилила. И, в общем... Ну, то есть, дело вот всё прям как положено. И долго сушила. И всё хорошо. Ну, вот видите, где-то тут у меня кривоватенько получилось. Где-то... Ну, как-то так. Вот. Но, в общем, мне кажется, получилось неплохо. В общем, по крайней мере, сейчас я похожу так. А потом... Потом... Потом что-нибудь другое сделаю. Вот. И... Меня многие из вас просят о том, чтобы я показала, как я делаю себе маникюр. Девочки, я не хочу это показывать, честно. Потому что это просто ужасно. Мне не хватает, конечно же, опыта. Мне не хватает... Вот. То есть, я посмотрю девочек, да, на ютубе. Там каналы разные на тему маникюра, как, что там делать. Но я забываю только об одном. Что там профессионалы, а я нет. И поэтому у меня не получается повторить. Совсем не получается, я бы так сказала даже. Вот. И мне, конечно, нужно набить... Набивать руку, а это у меня не получается делать. Почему? Потому что, по идее, нужно как бы выбрать одну какую-то, наверное, технику. Можно, наверное, так правильно назвать, да. И делать вот так вот все время. Но я у одной посмотрю одно, у другой посмотрю другое. Я, наверное, уже все каналы на ютубе просмотрела про... Связаны с маникюром, с гель-лаками. И я то одно делаю, то другое, то пятое, то десятое. В общем, вот так вот. Да, поэтому, не знаю, девочки, если хотите сделать сами, я советую просто, ну, как бы более профессиональных людей посмотреть. Потому что я... На камеру выглядит красивее. Вот так вот, я вам скажу. Вот. Так что вот так. Вот мои новые покупочки, как вы понимаете, не удержалась. Но вот этот лак очень-очень красивый. Мне кажется, даже можно, допустим, два ноготочка... Вот. Ну, я не знаю, модно сейчас так или нет. Но вот два ноготочка, например, одним цветом, этот другой. Вот этим, да, вот этими блёсточками. Очень красиво. Но вот, да. Ну, в общем, я стараюсь. Должны быть... Вот я знаю, должны быть... Как определить, правильно вам сделали или нет. Вот должен быть блик ровный. А видите, у меня какой он. Оп. И получается неровно. То есть, надо правильно выравнивать, правильно всё делать. Ну, в общем, да. Ну, выглядит симпатично. Мне, по крайней мере, нравится. Так нежненько. И в то же время есть блёсточки. Ну, в общем, что-то захотелось мне такой нежнятинки. Ну, не знаю, надолго или нет. Пока будет держаться, наверное, точно буду ходить. Но ещё раз хочу сказать спасибо всем вам, кто мне советовал. Я, кстати, вот с этим списком, который у меня был там... Сколько там? Четыре-пять баз у меня было написано. И я подошла к этой девушке, которая там, ну, вот, продаёт. И спросила у неё. Она сказала, что из всех, из всего того, что я ей показала, она говорит, больше всего, конечно, самый лучший – это Коди. Я объяснила, что у меня очень часто бывают отслойки. Она говорит, что возьмите тогда точно Коди. И я взяла последнюю бутылочку. Девочки, 750 рублей он стоил. И она говорит, ещё продаются без вот этой кисточки. То есть просто в баночке. И там больше миллилитров, а стоимость та же. Но вот я вообще, в принципе, взяла последнюю. И мне кажется, это говорит о многом. Потому что она сказала, что базу и топ разбирают. И топа, кстати, не было в наличии от Коди. Поэтому я воспользовалась своим стареньким. Но самое главное – купила базу. Так что вот так вот. Так что ещё раз спасибо огромное. Мне очень-очень-очень приятно, что вы откликаетесь на мои просьбы. Я вас очень-очень люблю. А также в этом видео я бы хотела поделиться с вами своими косметическими новинками по уходу за лицом. Вот мои покупки. Значит, начну я с марки Кодоли. Как-то, ну, наверное, кто на Ютубе давно, тот, наверное, помнит. Одно время было прям бум такой этой марки. Все блогеры рассказывали и так далее. И я, в общем, однажды пробовала виноградную водичку от этой марки. Мне она очень-очень понравилась. И ещё мне давали пробники какого-то крема для области вокруг глаз и крема для лица. Кремушки мне тогда не понравились. В общем, гуляя по Ревгошу, я увидела, что на вот эти продукты скидка 50%. То есть вот эту водичку я купила за полторы тысячи. Её я ни разу не пробовала. Но так как мне понравилась вообще виноградная водичка, я решила взять. Это, ну, наверное, многие из вас знают. Это вода для красоты. Здесь 100 миллилитров. И, как вы видите, она вот, видите, такая жёлтенькая. Здесь как типа масла такого. Ну, в общем, я уже пробовала. Вы уже видели в моём вечернем уходе это и это средство. Очень мне нравится вот эта водичка. Просто потрясающая. Её нужно хорошенечко взболтать и потом распределить на всё личико. Единственное, что нужно не сразу открывать глаза. Здесь даже написано, что обязательно нужно закрывать глаза. И она, потому что когда вы сразу, они не щипят, а вот как будто, знаете, такой аромат бьёт в глаза. То есть не очень немножко приятно на глазках. Но во всём остальном просто супер вещь. Очень хорошо как бы тонизирует, увлажняет. Но вообще кожа вот с этой водичкой вообще потрясающая. И масло вот такое ночное. Значит, это ночное детокс масла. Я ссылочки, ну, на сайте РИПГОШ вам оставлю внизу в инфобоксе. Это не реклама. Я всё это покупала за свои деньги. Чек, к сожалению, не сохранила. В общем, вот это ночная сыворотка, в которую выводят всякие шлаки, токсины и так далее. Как вы уже поняли, я наношу водичку. Сверху вот эту сыворотку масло, извиняюсь, это масло. Вот, вот это маслица. И кожа с утра действительно очень мягенькая, очень такая напитанная. Не знаю, мне вот эти два средства очень-очень нравятся. Я пользуюсь им где-то, наверное, неделю вот этими средствами. Но я наношу не каждый вечер, а где-то, наверное, ну, то есть чередую один уход и такой. В общем, ну, мне очень нравится. Очень мягенькая кожа, очень напитанная, увлажнённая. В общем, вот эти два средства я очень сильно рекомендую. Значит, это полторы тысячи. И это, по-моему, тоже полторы тысячи где-то стоило примерно. Но очень они мне понравились. Стеклянные оба упаковочки. Супер. Мне на всё лицо хватает и шею. Вот, то есть один раз я нажала, и вот такого количества мне хватает на лицо и шею. Очень мне понравилось. Я прям очень рекомендую. Классные, классные два средства. Также как-то в комментариях мне девушка одна посоветовала из корейских марок попробовать марку Лимони. Наверное, правильно я ударение ставлю. Если что, поправьте меня. И, в общем, я подошла к стенду и взяла вот такой с, по-моему, пчелином, это ядом каким-то или чьим-то ядом. Вот от них шли вот эти коробочки. Это с змеиным ядом. Значит, анти... в общем, антивозрастной крем для области вокруг глаз и крем для лица. Прям очень понравились мне эти средства. Крем для лица. Единственное, что он такой... Сейчас вот я вам покажу. Ну, во-первых, конечно, баночка очень красивая. Видите, он такой крем, как будто бы немного гелевый по текстуре своей. Но я вам могу сказать, что он такой, знаете, во-первых, он дает небольшую липкость на коже лица. То есть я его в основном наношу на ночь, но иногда бывает и днем. Спокойно я это делаю. А крем для области вокруг глаз, он не дает липкости и на нем не скатывается косметика. Но просто потрясающе увлажняет. Я не знаю, как насчет каких-то крупных морщин, уберет он их или нет. Но кожа просто, я не знаю, какая-то сияющая, что ли, от этих средств. Просто потрясающие два средства. Я от них просто в восторге. Вот это очень хорошо увлажняет кожу под глазами, очень хорошо ее питает. Разглаживает даже так. Ну, в общем, мне вот эти два средства очень сильно нравятся. Спасибо огромной девушке, которая мне про них написала. Я передаю тебе привет. К сожалению, я не помню уже ник на ютубе этой девушки. Но просто они на самом деле просто потрясающие. Я прям очень рекомендую. Тоже пользуюсь примерно, ну, не неделю, а может быть чуть меньше. И также от марки Лимонии я взяла вот такой очищающий. Это у нас пенка для глубокого очищения кожи. Я таким средством, ну, пользуюсь не каждый день. И пользуюсь только вечером после снятия макияжа. Мне очень она понравилась. Здесь действительно очень хорошо очищает кожу прям до скрипа, но при этом не пересушивает. Тоже вот пользуюсь. Пока очень-очень сильно нравится. То есть я, в принципе, вот этой корейской маркой прямо в восторге. Единственное, что я хотела тоже от этой марки взять, ну, пусть хотя бы от другой линейки, какой-нибудь тоник или эмульсию, да. Как вот в корейских марках у них в основном эмульсии. К сожалению, ничего в наличии не было в Ривгоше. Поэтому я зашла в Литуаль и взяла вот такую эмульсию. Девушка-консультант прям очень-очень рекомендовала. Говорила, что это корейская марка и тоже вся такая натуральная увлажняющая эмульсия. Значит, я наношу ее как раз-таки под вот этот крем. И она, видите, как такое молочко. То есть я ее не на ватный диск, а руками распределяю, как типа сыворотки. Ну вот все вместе, да, вот это вот все вместе работает просто на ура. Я не знаю, как отдельно вот это вот средство. Я еще с другим никаким кремом не пробовала. Но вот так вот, вот такая троица, скажем так, мне очень нравится. Потому что кожа очень напитанная, очень увлажненная. Очень такая даже слегка подтянутая. Не знаю, вот прям вот очень сильно в восторге. И рекомендую. Насчет этого, кстати, не сильно знаю. Здесь вот такая вот помпа, да, правильно это называется. Вот мне нужно два нажатия, чтобы распределить на все лицо и шею. Я, как я говорила, я все средства наношу так же и на шею. Поэтому насчет этого средства, честно, не знаю. Если кто-то пробовал, напишите. Вот представлено в ритуале. Я тоже ссылочки оставлю там, почитайте более подробно. Но пока я прям в сильном, девочки, в восторге. Так что спасибо вам огромное за ваши советы. Я все читаю, я все записываю. Но поверьте мне, у меня такой огромный список различных хотелок, что иногда просто, не знаю, бюджет, он у меня не резиновый, как вы понимаете. И поэтому я не всегда все сразу могу приобрести, то, что вы советуете. Поэтому вот так вот. Вот такие вот у меня, получается, новинки ухода. Мне очень сильно нравится сейчас все то, что я купила. Такое, на самом деле, ну, не часто. Бывает обычно что-то куплю, что-то нравится, что-то не нравится. В этот раз прям все покупочки у меня очень удачные. И еще раз спасибо вам огромное. В общем, все у меня, не знаю, какие-то удачные покупки в этот раз. И мне все очень-очень нравится. Особенно марка Лимони прям меня порадовала очень-очень сильно. Если я неправильно ставлю ударение или неправильно произношу, обязательно напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Потому что, если честно, не знаю, как правильно. И я надеюсь, вам такое небольшое видео было полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, нажимать колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Обязательно оставляйте свои комментарии, пробовали ли вы эти продукты или нет. Или, может быть, знаете, еще какие-нибудь. Я обязательно все запишу в огромнейший просто список своих хотелок. И постепенно, я думаю, буду приобретать и пробовать. Ставьте пальчики вверх, если понравилось. Всех люблю, целую и до новых встреч!